Долина Рингваак Вот такое романтичное название. Отправимся мы туда вместе с замечательным канадским натуралистом и писателем Чарльзом Робертсом. И вместе с ним мы с вами сразу же с первых страниц попадаем в нору. В нору, где живет мама лисица и ее пять беспомощных, только что родившихся детенышей. Их отец, старый мудрый лис, только что ценой собственной жизни увел от норы охотничьих собак. И маме лисице предстоит самой растить своих детенышей. И вот именно за этим мы с вами и будем наблюдать. Но, наверное, самые внимательные из вас заметили, что книга, которую я держу в руках, называется «Рыжий лис». Не пять лисиц, не семья лисиц, не воспитание лисиц, а именно «Рыжий лис». И уже по этому названию мы понимаем, что очень скоро в поле нашего зрения окажется один детеныш мамы лисицы. И наши предположения очень скоро подтвердятся, когда мы будем перелистывать страницу за страницей этой книги. Все пятеро проворных малышей великолепно олицетворяли лисью породу. Их рыжие шубки были яркого густого оттенка. Угольно-черные лапы лишены каких-либо пороков. Чувствительные и пытливые носы так и ловили все, что плыло в воздухе. Желтые глаза светились всею лисью хитростью и сметливостью. Но среди пятерых был один, который во время драки неизменно выбирался наверх кучи. А по окончании драки всегда находил для себя какое-нибудь столь интересное дело, что ему некогда было лежать и прохлаждаться. Он был немножко крупнее своих братьев и сестер. Шерсть его отливала ярче, а выражение его глаз чуть яснее говорило, что за ними скрывается мозг, способный к сильной работе. Именно он первым открыл, какое это удовольствие самому ловить в траве жучков и кузнечиков, хотя другие лисята занялись этим лишь по наущению матери. Именно он быстрее всех цапал и схватывал мышей и землероек, которых лисица живьем приносила малышам, чтобы они упражнялись в ловле. Он один из всего помета без всякой помощи со стороны матери научился выслеживать мышь, различая ее писк, если она находилась под каким-нибудь свалившимся деревом, футов за пятьдесят или более от норы, терпеливо и бесшумно подкрадываться к ней, залегать в совершенной неподвижности, выжидая жертву, а потом прыгать и с ликованием схватывать маленькое серое мягкое существо. Казалось, ему были с особой полнотой и щедростью дарованы те родовые наследственные знания, которые обычно называют инстинктом. И в то же время он необычайно прилежно учился у своей матери, а мать, прилагая все свои силы и способности, неустанно учила лисят всему, что им следовало знать и уметь. Именно этот один выдающийся детеныш станет тем самым рыжим лисом, за приключениями которого мы с вами с неослабевающим интересом будем следить на протяжении всей книги. И вы убедитесь, дорогие друзья, что даже не сказочная повесть, в которой лисица не говорит, не думает, не вступает в какое-то общение с людьми и другими животными, ну, как в сказках, разговаривая с ними, возражая, споря или соглашаясь, это необыкновенно интересно. Кроме того, книга написана таким увлекательным языком, что тебе кажется, что ты сам идешь по этому сосновому лесу, вдыхаешь этот свежий воздух, любуешься горами, виднеющимися на горизонте, крадучись идешь, боясь кого-нибудь спугнуть по весеннему или летнему или зимнему лесу. Тебе кажется, что это ты убегаешь от опасности или, как иногда это делал рыжий лис, идешь ей навстречу, повинуясь чему-то не очень понятному человеку, но достаточно могучему для того, чтобы определять поведение животного. Словом, дорогие друзья, всем, кто любит природу, всем, кто любит животных, и особенно, а я знаю таких людей много, которые восхищаются песицами, эта книга доставит несколько часов несомненного удовольствия и наслаждения. Возрастных ограничений для чтения этой книги не существует. Уже в 9-10 лет вы, друзья, можете смело брать эту книгу. И, как всегда, для хорошей книги верхние границы возраста не существуют. Будет очень здорово, если мамы, папы, бабушки, дедушки будут читать эту книгу вместе со своими детьми. Кстати сказать, каким-то педагогическим приемом нам, людям, не грех поучиться у лисиц. Глядя на то, как они воспитывают своих детей, как наставляют их, как готовят к самостоятельной суровой жизни, мы с вами, люди, цари природы, можем многому научиться. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья. Национальная детская библиотека имени Иона Крянга ждет вас. Ждет вас и рыжий лис, который готов повести вас за собой по лесам, горам, рощам Восточной Канады. А на сегодня все. До свидания. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok